29 апреля Серёза, скажи, чтобы Никита считал, а ты возьмёшь Так, Никита, остановись, здесь будешь считать Я поснимать могу Ну, давай снимай Смотри, кто говорит, быстро успевай поворачивай Там всё, цифры бегут Правая, быстрее Ты сейчас маленько подвинься, чтобы отец туда прошёл Скажи, сюда, Андрей, чтобы Сюда Новые заветы послать Сюда, естественно, прославить Сухарика сядет на гости за следы Где? Там, на улице А, классно Хорошо Сегодня отправили Все зашли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, благослови наше собрание. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Бог. Аминь. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Все успокоились, слушаем Слово Божие. Толкование. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Луки, 24-я глава, с 1 по 12 стихи. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленный аромат, и пришли они ко гробу. И вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они осем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле. Иоанна 5, 1.15. Иоанна 1.15. 5, 1.15. 5, 1.15. 5, 1.15. Евангелие от Иоанна, 5-я глава, с 1 по 15 стихи. После всего был праздник иудейский. Пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью, толкованием. Господь идет на праздник частью для того, чтобы не явиться противником закона, но показаться участником в празднике народа. Частью для того, чтобы большее число людей привлечь к себе учениям и знамениями, особенно народ бесхитростный. Ибо на празднике обыкновенно сходятся и земледельцы, и городские ремесленники, которые в прочие дни занимаются работами. Купальня называлась овчью, потому что к ней пригоняемы были жертвенные овцы, и в ней мывались их внутренности. Многие думали, что вода получала некоторую божественную силу от одного того, что в ней мывались внутренности жертв. Что потому и ангел сходил на сию воду, как на избранную и чудодействовал. Кажется, божественный промысл предустроил чудо в этой купальне для того, чтобы издалека вести иудеев к вере во Христа. Так как имело быть даровано крещение, имеющее великую силу, величайший дар, ибо оно очищает от грехов и оживляет души, то Бог прежде вописует крещение в иудейских обрядах и дает иудеям, например, воду, очищающую их от нечистот, хотя не существенных, а мнимых, например, от нечистоты вследствие прикосновения к мертвецу или к прокаженному и много подобного. Дает также и чудо этой купальне, руководящее их принятию крещения. Ангел, нисходящий по временям, возмущал воду и сообщал ей целительную силу. Ибо не от естества воды, чтобы ей исцелять самой по себе. В таком случае это было бы всегда, но все зависело от действия ангела. Так и у нас. Вода крещения есть простая вода, но через божественное нисхождение, получив благодать духа, она уничтожает душевные болезни. Слеп ли кто? То есть имеет поврежденные очи душевные и не может различать добро от зла. Хром ли кто? То есть неподвижен к деланию добра и преуспеянию в добре. И сох ли кто совершенно? То есть находится в состоянии отчаяния и не имеет в себе ничего доброго. Вода сия всех исцеляет. И тогда слабость не позволяла некоторым получить исцеление. И тогда слабость не позволяла некоторым получить исцеление. А ныне мы не имеем никакого препятствия ко крещению. Ибо за выздоровлением одного прочие не остаются без исцеления. Хотя бы вся вселенная сошлась и благодать не уменьшится. Иван Григорий Таоанн, 5 глава, с 5 по 7 стихи. Тот был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему. Хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему. Так, Господи, ну не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Толкование. Терпение расслабленного изумительное. 38 лет он был болен. Каждогодно ожидал избавления от болезни, но предваряем был сильнейшим. И однако же он не отставал и не отчаивался. Почему Господь и спрашивает его, желая показать нам терпение сего человека. Спрашивает не для того, чтобы узнать, потому что не только излишне, но и безумно спрашивает больного, хочет ли он быть здоровым. Он отвечает весьма кротко. Да, говорит Господи, я желаю, но не имею человека, который бы опустил меня в воду. Он не высказывает никакой хулы, не отвергает Христа, как предложившего неуместный вопрос. Не проклинает день рождения своего, как мы, малодушные, делаем и притом в болезнях легчайших. Но отвечает кротко и робко. Иисус говорит ему. Встань, возьми постель твою и ходи. Он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному. Сегодня суббота. Не должно тебе брать постели. Толкование. Повелевает взять постель для того, чтобы никто не счел он его за привидение. Ибо если бы члены больного не утвердились и не укрепились, он не мог бы носить постель. Не требует от него веры прежде исцеления, как от некоторых других, потому что больной не видел еще его сотворившим знамением. Ибо от тех, от которых Господь требовал веры, он требовал ее прежде чудес. Но совершивши чудеса перед ними. Он не подумал сам себе и не сказал. Не шутит ли он, что приказывает мне тотчас встать? Я в 38 лет в болезни не получал исцеления и теперь вдруг встану. Ничего такого он не подумал, но поверил и встал. Исцеляет в субботу, научая людей иначе понимать обряды, законы и почитание субботы, поставлять не в телесно понимаемом бездействии, но в воздержании от зла. Потому что закон, будучи законом, вместо добротворившего Бога, не может воспрещать добро творить в субботу. Евангелие Таана, 5 глава с 11 по 13 стихи. Он отвечал им. Кто меня исцелил, тот мне сказал. Возьми постель твою и ходи. Его спросили. Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто он. Ибо Иисус скрылся в народе, бывшим на том месте. Нужно удивляться смелости этого человека перед иудеями. Они настойчиво говорят ему, не должно тебе брать свою постель в субботу. А он смело проповедует им своего благодетеля. Кто меня исцелил, тот мне сказал. Он как бы так говорит. Вы безумствуете, когда приказываете мне не слушать того, кто исцелил меня о болезни, столь продолжительной и трудной. Иудеи не спрашивают его, кто исцелил тебя, но кто сказал тебе, возьми постель. Так они добровольно смежили себе глаза для добра и мнимое нарушение субботы постоянно выставляли на вид. Иисус скрылся, частью для того, чтобы в его отсутствии свидетельство об исцелении было свободно от всякого подозрения. И не подумали бы, что человек этот благоприятствует ему, но свидетельствует об истине. Частью для того, чтобы еще более не воспламенить ярость иудеев. Ибо и один только вид ненавидимого придает ненавидящим немалую искру ненависти. Спасибо, он оставляет, чтобы дело это исследовалось само по себе. Ибо иудеи, обвинители, перенесшие события на исследование и рассуждение, делают оно тем более гласным. Иван Галитана, 5 глава, с 13 по 16 стихи. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего. Хуже человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. И слов Господа расслабленному, вот ты выздоровел, не греши же более. Мы научаемся, во-первых, что болезнь с этим человеком приключилась за грехи. И во-вторых, что учение о геене истина и что мучение вечно. Где же ныне те, которые говорят, в один час я соблудил, за что же буду нести бесконечное наказание? Ибо вот Иисей человек не столько лет грешил, сколько терпел наказание, но почти целую жизнь человеческую провел в наказании. Грехи судятся не по продолжительности их, а по самому естеству преступлений. Научаемся вместе и тому, что хотя мы понесем тяжкое наказание за прежние грехи, но если опять впадем в те же грехи, потерпим еще большее наказание. И весьма справедливо. Ибо кто не улучшился от первого наказания, тот подвергается большим мукам, потому что он бесчувственен и нерадив. Для чего, скажешь, не все так наказываются? Ибо мы видим, что многие порочные пользуются здоровьем и благоденствием, но то, что они не потерпели здесь ничего, будет поводом к большему наказанию там. На сието указывая, Павел говорит, будучи судимы от Господа, то есть здесь наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром, то есть там. 1 Коринфянам 11, 32. Ибо здешние страдания суть вразумления, а тамошние наказания. Уже ли же все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Ибо одни из них бывают за грехи, как случилось с этим расслабленным. И в книге царств видим, что некто впал в подагру за грехи. 4 Царств, 5 глава, 27 стих, 15, 5. Другие бывают для прославления и обнаружения, как случилось с Иовом, чтобы открылась его добродетель. Иные бывают от рассеянности, например, от невоздержания и пьянства. Человек сей оказывается благочестивым, ибо Иисус находит его в храме. Если бы он не был благочестив, он возвратился бы домой и придался бы отдыху и наслаждению, и убег бы от ярости иудеев и словопрения. Но ничто подобное не отвлекло его от храма. Узнав Иисуса, смотри, как благоразумно он объявляет о нем иудеям. Не говорит, как они желали слышать, что Иисус сказал, возьми постель, но исцелил меня, чего они не хотели слышать, обвиняя его в нарушении субботы. Если иудеи стали гнать Господа, то чем виноват в этот человек, сей объявивший им об нем? Он проповедовал об исцелителе с добрую целью, с тем, чтобы и прочих привлечь к вере. Если же они стали гнать благодетеля, то это их вина, отлагающий покаяние и не спешащий покаяться здесь, но оправдывающий не получает исцеления. Итак, старайся войти первым, чтобы смерть не захватила тебя. Сию купель покаяния возмущает ангел. Какой? Ангел Великого Совета Отчего, Христос и Спаситель. Ибо если божественное учение не коснется нашего сердца и не приведет в нем возмущения и напоминавения о муках в будущем веке, то купель сия не будет действенна. И здоровья расслабленной душе не бывает. Справедливо она может быть названа овчью, ибо в ней, как овцы, омываются внутренности и помыслы святых и незлобивых, уготовляющих себя в жертву живую и благоугодную Богу. О, если бы и мы получили здоровье и по выздоровлению находились в храме, то есть не осквернялись несвященными помыслами, дабы не постигло нас худшее наказание в будущем. Аминь. Спасибо, Христос. Какое сегодня место мы читаем? Самое, что у меня есть, каждодневное для нас. О чем мы при большей всего говорим? О болячках, о погоде и о болячках. Погода, конечно, плохая всегда. То жарко, то холодно, то дождь бесконечный. Вчера слышу из окна, да сегодня погода выходного дня, шутят они, как неделя вся идет нормальная погода, как выходные, так дождь. Все мы ропчим, все нам плохо. И ропчим, конечно, и о болячках наших, и друг друга, где прежде всего говорим о болячках. Вот нам Господь напоминает, что болячки наши прежде всего по грехам наших, прежде всего большая часть наших болячек по грехам наших. Но есть и другие. Конечно, это только Господь знает, по каким мотивам у нас возникли эти болячки. Ну, о болячках, прежде всего, сегодня мы все те же. Но сегодня у нас самый главный вопрос о нашей сестре, дорогой Анастасии. О, извиняюсь. От нее эсэмэска сегодня. 5.21. 5 часов. И нам, по путешествующая, Белокуриху, вечером вернется. Всем поклон в храме. Если приедет Андрей, обсудите с ним судьбу детей с Богом. Ну, нам уже не надо чего-то тут скрывать. Всем нам известно, что Анастасии сделали последнюю госпитализацию, лапароскопию, так называемую. То есть, вошли с лампочкой в брюшную полость, увидели распространение опухолевого процесса. И более ничего делать нельзя, потому что бессмысленно, и лишняя травма ускорит только исход. События будут развиваться достаточно быстро. Сегодня говорят мне, да вот Клавдия Устюжанину Господь исцелил, вот и Настю тоже исцелит. Но нам только чудеса нужны. Ну, а вот чудо с этой Клавдией Устюжаниной, оно было на пользу ей. Но мы знаем, что не на пользу. Так что, нам только нужно думать теперь о том, чтобы человек, дорогой наш, дорогая наша сестра, ушла из этой жизни земной без ропота, уныния и отчаяния. Понятно, что у нее прежде всего теперь мысли о своих детях. Но наступит время, когда ей и до детей не будет ничего, уже мысли будут только о том, чтобы о себе думать. Я вспоминаю, когда мама сильно болела у меня. Она говорила, рассказывала своим подругам и ближним, рассказывала, что было такое состояние, что я вообще не детей. Я думаю, как это так? Она столько говорит о том, что она так меня любит. И вдруг она обо мне не могла думать, беспокоиться. И наступит такое время, когда каждый из нас придет к этому времени. Как у Александра Солженицына. Что? Меня? Я? За мной пришли? Так и болезнь. Ко мне пришла? Смерть пришла ко мне? Да. Придет каждому. Каждому придет. И вот мы хоть сколько мы захотим приблизиться к тому состоянию, в котором находится наш брат Сергей или наша сестра дорогая Анастасия. Это все вот жалкие потуги. Это когда сам вот все на себе испытаешь, тогда по-настоящему это будет больно и по-настоящему переживать будешь все это. Но тем не менее, мы должны приблизиться и понять ее боль и беспокойство о детях ее. Да. Сложная ситуация. Не будем скрывать о том, что брат наш Андрей поражен болезнью. Дьяволом поражен. Поэтому ему сложно. Будем молиться о нем. Но я хочу сказать о том, что Анастасия, жена твоя, Андрей, она готова своей жизнью рассчитаться с Богом, с тем, чтобы ты избавился от этой болезни. Какая любовь. Она говорила, может быть, моя смерть будет поводом для того, чтобы он ушел от этой болезни. Чтобы он расстался с этим дьяволом. Спасибо. Просила, если мы будем говорить с Андреем, чтобы просто писать. Не переводить, а прям писать ему, чтобы он понял, что мы хотим от него. Иначе он потеряет все. Он уже потерял многое. И восстановить многое уже не удастся. Пишите ему. За уходом жены последует потеря детей. Напрасно он говорит, что... Настя, что ты всем рассказываешь, что я пью. Если он ходит по улице пьяный, какое-то, ты шило в мешке-то не утаишь. Все знают. И прежде всего говорят об этом учителя и продавцы в магазинах. Андрей опять пьет. Следующим этапом будет... Заберут детей. Лишат родительских прав. Лишат родительских прав. Все. Как не забрать-то, Виктор Андреевич? Как не забрать? Ну и хочу сказать, что она даже не хотела идти... Она знает, что финал у нее близок. И хотела бы... Надо помолиться, чтобы Господь сподобил ее еще раз в здравом уме, что называется, в сознании. Прийти на республику. Чтобы я желаю власть батюшку. Чтобы Господь дал в это время еще. Через неделю хотя бы. Это еще стоит. Вот. Ну и она говорит, что лучше я пойду в хоспис. Деньги мы найдем, конечно. Но, может быть, мы и другой какой-то способ найдем. Кто-то, может быть, из двух, в общем-то, найдется. Кто-то, кто может ее принять и ухаживать за ней. Потому что дома и холодно, и сыро. И некому ухаживать. Кому ухаживать? А испытания очень большие. Кроме волевой синдрома, там еще желтуха. А желтуха сопровождается страшным зудом. Что еще тоже мучительно. И снять это очень сложно. Практически невозможно. Ну и всех, братья и сестер, кто смотрит. Запись этого собрания нашего. Обращаюсь. Молитесь, чтобы Господь дал силы и терпение рабе Анастасии, чтобы без ропота и уныния уйти из этой жизни. И чтобы Господь... Да мы знаем, что Господь не оставит своей милостью детей. Но чтобы мы тоже были милостивы и помогали им. Настя сейчас нуждается только в бытовом уходе? Или ей все-таки там нужно будет ставить капельницы? Это тоже нужно будет, конечно. Это, конечно, нужно будет. И медикаменты нужны еще будут. Одно дело медикаменты, другое дело, хотя бы медсестра, которая будет капельницей делать. И это нужно будет или нет? Медсестра, ну где? Дома? Дома ставить. Дома, да, нужно будет это ставить. Мы можем найти такую медсестру? Вот я бы домой спросила. У нас, например, в общине всего несколько человек с медицинским образованием. С высшим, со средним. Такая нужна ей помощь? И такая тоже понадобится. То есть включительно и такая. Поэтому простой и бытовой уход это не то. Нет, тут и то, и другое. И бытовой, и медицинская тоже. Бытовой как раз самый важный. Капельница может прийти и поставить. Это договориться можно есть. Это быть рядом. Она говорит, голодная будет лежать, а дети ушли в школу попить принести. А как в школу, Надя, разреши, я тебя немного перебью. Я с ней разговаривала в прошлую пятницу. Она сказала, я никогда не бываю одна. У меня дети учат. Разреши, я договорю. У меня дети, это ее слова, я не через третье уши это рассказываю вам. Она мне лично сказала, я никогда не бываю одна. Дети у меня учатся в разные смены. У нее большие дети. У меня такие же дети. Младше у нее, как мой средний. Каля, к чему разговор? Человек сейчас нуждается в помощи. Да. Чтобы ни сырости не было. К чему разговор-то? К тому, что действительно она понимает, что дома у нее нет этих условий. Нет. Не по уходу, не просто по условиям. Дело даже не в том, чтобы человек был рядом. Именно условия нужны сейчас. Правильно, Таня, я понимаю? Я как раз приехала к своей сестре. Как раз она умирала. И ей врачи сказали, ну выписали, я говорю, как тебе не обезболивают ничего. Она говорит, они сказали, уже мы не можем. Все, не можем. Вот как я вам позвонила тогда, вы сказали, да, Людмила, она на прямой финишной стоит. Я приехала, и она за 7 дней умерла. Но факт тот, что ситуация какая была, она свою волю проявила, чтобы к ней приходила медсестра. Знакомая. Она ставила ей капельницы. Но уже, когда я уже стала разговаривать, они говорят, капельницы не надо, они могут ускорить, они могут, это не нужно уже ничего. Ей нужно просто уход. Домашний уход. И вот знаете, когда, вы так мне сказали, я сразу, когда она перед смертью, за 2 дня, за 2 дня, как раз у нее произошло, как вы вот сказать, вот эта желтуха, как вы сказали-то. Все, вот после желтухи 2 дня, и все, она умерла. Это, это что произошло-то там, с печенью что-то, Витя Андреевича. И она, если у нее сейчас уже желтуха, так она может дня 2-3, как у меня. Субботи быстро развивается. Очень, это скорость вообще быстрая. Пока мы решаем. Пока решаем, уже тут идет процесс. Я сама была. Я думаю, что вот нужно подумать нам, что кто-то, у кого есть условия, кто бы мог ее... Отплатно в больнице, сколько она может? Не узнавали? В хосписе сколько? Ну, еще неделю она там отдыхает. В больнице едва ли. Едва ли это оставили. Ну, вот ее оставили до выходных. До конца выходных. То есть до 3-го. Ну, а там дальше надо смотреть. А хоспис сколько? 30 тысяч. Это в месяц. Да какие у нас хосписи? Не дай бог туда попасть. Не дай бог наши хосписи. Его еще найти надо. Настя говорит, что она в интернете нашла частный хоспис. Я не знаю, у кого и какие у нас. Я не знаю, у нас община, и мы ее сдадим. О чем нужно? Да я не против. Не надо говорить, тогда мы должны ее забрать. Кто? Кто? Покажите мне руку, кто поднял. Я заберу. Заберете? Да, заберу. Я ходил. Я буду приходить. Если тебе нужно, мы поднимаемся. Спасибо Христосу. Спасибо Христосу. Спасибо Господи. Спасибо. Да, Тихонович, у вас есть слово? Да. Два дня назад мы с ней встречались в больнице. Трудно искали, не расслышал. Ушел в городскую больницу, потом там на онкологию, которая где старая больница была, потом во двор, и только с четвертой попытки пришел, ее там нету. Сказали, что она в седьмой палате, а теперь к ребятишкам. Да и пешком куда. Я надел новые сапоги у меня, как железные. Я полуживой пришел домой. Но состояние у нее, по моему определению, хорошее. Она не печалится, по-прежнему улыбается так же. Также подошла, поцеловала, и зашли там как в церковь, или как назвать. И там были, и не мешает нам все записать, конечно. А я положил эту сумочку, ты не заметил, что он не выключился. И пока к ней пришел, чуть не два часа прошло, и поэтому туману, но хорошо. Это действует на людей положительно. Сразу заходит. Я говорю, можно я так назову? Ну, под дом ее переменил. Как бы на грани смерти. Я сказал, больная и дает наказ детям и мужу. Мужу она руками махает, раз он глухонемой, как есть. Потом еще раз простились. Я говорю, ты просила у Бога, когда маленькие ребятишки были, 10 лет у ангела. Да, я так и говорила. Дай мне, Господи, 10 лет. 10 лет на ищи закончилась. Я говорю, ты не хотела еще попросить? Нет. Решительно нет. Так не делается. То есть здесь, знаете, она какая была тогда, и на грани она балансировала. Второе. Сразу мне сообщили в интернете. О детях подумайте. Попала в аварию мать, и ребенок погиб. А еще трое, кажется, дома и отец. Он еще не приехал, а уже ювенальный листец уже в дому. Да ладно, сообщил домой. И дорогие братья и сестры кинулись быстро туда, холодильники все забили, и стали, и ни под каким видом не дали. Ничего нет, только сегодня. Дальше, вот надо думать как. Если ювенальная юстиция это коснется, перед этой машиной ничто не устоит. Что нужно здесь? Молиться. Второе. Чтобы был достаток. Кастин скажет, что отец еще такой, что приходит домой полуживого, как она сама мне рассказывает, то ничего не будет, не задержать. Да еще неизвестно, где лучше будет. Вопрос очень серьезный. С этой позиции. На него надежды? Никакой нет. Десятки, если не сотни раз, уже обманывал ее. Еще нет. Сам прекрасный человек. Я дома молился, и как откровение было, почему это происходит. Из прошлой жизни его незализанная рана, и она вскрылась. Не буду говорить даже, потому что я с ним был близко, вместе посли, целыми днями были, он рассказывал, и теперь меня вдруг разум туда погарнул, и вот теперь все это выперло, так что все сменяется. Безжалостно менется, и обо мне не говори, этого нету. То есть ложь абсолютная, полная. Что делать? Повторяю, близко принять к сердцу. Не просто повторить, болеть с болеющим. Радуется с радующимся, плачет с плащущим. Вот сегодня у меня какой-то человек заходит, у меня есть мусульман, пришедшая, похоже так, выслал деньги, и сразу передает, только лично, чтобы ей передать, а сегодня уже передал. Уже о них заботятся. Люди посторонние, далеко-далеко-далеко отсюда, и так заботятся. Неужели мы рядом кто-то не обеспечен? Как быть с детьми, при первой опасности? Везде закрывали лагеря, детей брали в автобус, они там без еды сидели, целый день на жаре. У нас ни к одному ребенку не приблизился Роспотребнадзор. Мы тренировали, и когда пришли, все точно так же было. Дети тоже бежали, стояли дежурные, только молился дежурный, Сергей Павлович, и ни слова не отвечал. И все это в интернете другие выставили. Как мы тренировались, значит, надо думать заранее. Беда тем сильнее, труднее переносится, говорит Анна Златову, с чем она неожиданная. Здесь неожиданно ничего нет. Она подготовилась. Если Господь позволит, я бы, кто поедет, ну, завтра, допустим, меня сводили, я подробно, у нее биографию, оставим память детям. Я запишу. Вот это. Второе, немножко как бы развеселить. О врачах. Четыре категории врачей есть. Так поделили, говорят. Первая категория. Те, которые врачи все знают, но ничего не могут сделать. Это терапевты. Ну, терапевт. Почему? Ну, она знает. Болезнь такая. А еще что она сделает? Внутрь там уже другой. Другие ничего не знают, но все делают. Это как у лидера должно быть. Знание и умение. Это, говорят, хирурги. Они режут, они еще не знают, что разрежут. Это что там есть? А ладно, сейчас еще такая аппаратура есть. Есть врачи категории, которые ничего не знают и ничего не умеют, но их все равно кормят и поят. Кто это? Психологи. Анализ там делают, после аварии уговаривают, они не знают. и есть врачи, и есть врачи, которые все умеют и все знают. А кто? Вот перед нами он и стоит. Патологоанатом. Всегда говорят, клиент поступил с обознанием. Это в интернете рассмотрение. Кроме того, собрались какие-то ученые в Израиле и определили, что мясо влияет на развитие вот этих раковых клеток и прочее. Даже среднее уменьшение потребления мяса каждый год будет спасать 200 тысяч людей. Ну, там и из Америки, и из Израиля, и каких только нету. Действительно так или нет? Ну, очень интересно. Болезнь? Ну, сижу и веду, вот руками разведу. Мы должны впереди себя иметь, вот, 38 лет. Вот у нас живой Сергей Козлов, 15 лет, недвижимый. Изнутри что? Рак пожирает мое мясо. Он выставил ролик. Вот Бог как делает. Какие люди могут быть для нас маяками? Ты не знаешь, что будет завтра. Приготовься. Остатки я скажу, ну, пока дети не разошлись. У меня изменение графика будет, значит. Заезд также 10-го. 10-е попадает в июне воскресенье, наверное, на понедельник на 9-е. Но 3-го июня батюшка перенес из-за погоды, дороги, День деревни. Ровно 200 лет назад зафиксировала потеряевка. 200! И 17 лет как в начале восстанавливать. Приглашен митрополит Сергий Иванников. Безотказно. Ну, не знаю, будет, нет. Я подумал, я туда уезжаю, но день деревни надо. А потом возвращаться, неделю торчать, потом... Зачем? Да мне надо выехать 2-го, и на там все. Так. Ну и что, поедем? Очень важное дело. Для вас это ничего не стоит. Так, кто хотел бы еще поехать, заранее, мне надо сегодня уже обговорить, 2-го июня я уже уезжаю. И уезжаю совсем. А зачем мне возвращаться, когда 9-го опять ехать? А тут кто-то должен взять на себя все. 9-го, когда дети соберутся, все у вас есть, ну, будут показаны и ключи, и за это время я должен добиться встречи, или даже не встречи, а по интернету. Кто нам помогает, какие спонсоры. И вы сами поищите. Второе. Третье или там. Какое объявление дать? А в лагере нельзя, в лагере нету. Ну, примерно так, что предлагаем возможность отдохнуть на свежем воздухе, там, какие-то слова, и поработать. С детьми. А где с детьми, туда Роспотребнадзор даже близко не подходит. В прошлом году у нас было три раза начальника уголовного розыска, был районный, даже не... Ну, как, там в лагерь подъехали, там пустырь, ничего нету. Вот это для себя возьмите. Ну, я тогда попутно, зараз скажу. У нас тут пустого места сколько? Было, было для яблони, Надежда Павловна была. Там мыши, зимой как-то. Одна яблоня пропала, вторая растет. Места-то сколько? Кто из вас, что умеет, знает. Ну, что-то надо, что-то надо покупить, купить и, ну, выращивать. Ну, можно какие-то посадить, и я вообще в этом не смыслю. Я только готовое могу собирать. А у меня где-то тут нет, я ничего и не возьму. Надо. Земля для картошки. Кто будет садить? Картошка хорошая, чистая. Это мне Елена Валерьевна говорила. Если никто ничего, я посажу, посадить я могу. Ну, тогда прополоть, потом копайте, чья она будет. Кто готов? Я посажу, как земля прогреется, ну, а потом, хотя не нравится, надо окучить ее, а потом придите и соберите. Я тыкву натолкаю везде, тыкву здесь. Яблоньку посадить, яблоньку посадить. Ну, яблони еще что-то, запишите, тут Александра Михайловна, кто тут подходит, а знает-то. У кого свои дачи-то? Или что-то посадите, пока возможность-то есть-то. Ну, неплохо, когда осенью бывает, кому-то сорвало, дало, ребятишки бегают. Я не знаю. Так, был заказ вот на эти, буклеты, 52 страницы, 88 фотографий, 360 рублей. Я заказал 40. Батюшка больше 30 берет. Так, кто заказывал еще, сколько? Так, держи, 360. Так, так, минутку. Сколько? Одну? Две. Ну, дальше умножаем. Так, еще кто? Это отдельно надо было заказывать, они, ладно, сохранили грамки. Если было бы большое количество, было бы маленько дешевле. Объясни, 360. Я и напишу. 360. Я написала. 360. Так, это очень хорошее посылание. Так, кто пошлет Наталье Николаевне Приходько? Кто-то сказал, знает, и уже оповестили, вроде бы, только послать. Конечно, денег не брать. Не знаем пока. Ну, найдите, у кого адрес. Всегда с адрес я могу послать. Тут вы сами себя найдете. Так, я тебе дал, нет? Идите кушать. Так, кому еще? Детей отпускаем? Да, где отпускаем? Сказал, готовьте. Пропусти детей. Так, если надо будет, снова можем заказать. Сколько стоит? 360 рублей. 88 фотографий, 50 без страницы. С корочками. Так, кому? Так, все? Ну, узнаете, если надо будет, то может быть еще раз. Я заказал 40. Вот смотрите, вы знаете, где я живу? Рядом. Ну, можно подойти к окошке, где я сижу, с этой стороны, где там кормушка, воробьем-то. Подойти постучать. Нет. Пишут записку. Я поехала туда-то, позвонили, а к тебе не достучались. А стучало где? Вот так, наверное, ноготком, с той стороны, у себя на двери. У нас скобка есть, скобка передает все, не амортизируй. И рядом лежит брусочек такой, им поколоти, я услышу, нет, подойти вокруг к окну. Приезжает Игорь, я подходил, не достучался, но у меня разговор идет там, или запись идет, или я что-то слышу. Да и, как ты стучал-то? Володя, когда бы не пришел, постучал все. На неделе что было? Во вторник, Володя уехал. С Василием. Он пришел. Василий Черепанов, Василий Николаевич. Поехал. Все ему разъяснили. Так, мы пошли, я попутно скажу, вот здесь вот стоят здания, большие тут, ну от них прям уже речной порт начинается там. И там какая-то организация, на три буквы какие-то называется, и это что-то тире, ремонтируют технику. Технику ремонтируют. И мы у них были. И что интересно, мы никогда их не знали, мы молились. А перед этим пошел Володя в городе, или кто там узнавал где-то еще. Они сделали нам, вот который снимает Никита сегодня. Там с той стороны шляки, где электричество, оно хлюпало не так, надо прижимать все же. С этой стороны снимать, и все время туманило. В пять раз дешевле сделали, чем нас просили в городе. В пять раз. И в пять раз быстрее сделали, чем в городе. Я рекламирую эту организацию. Ну видно, она очень богатая, у ней там какие-то этажи, переходить, техника какая, ну даже не знаю. На выставку мировую можно выставлять. Поняли где? Прямо рядом, рядом берег, уже вот начинается, недалеко от моста. А больше столько зданий, ну таких организаций я не знаю. Можно найти где-то или нет. Березовый сок батюшка прислал еще 40 литров. Заберите, чтобы можно было отсюда убрать. На столе стоит, возьмите. А вот теперь по мелочи. Летом у нас хлеб нужно будет. Я договорился с Нианилой Алексеевной. Куда, где и как. С кем договариваться. Клюща скажу, кто будет, голубям зерно. И внизу будет два тазика наливать. Дальше, как сторожить? У нас все сделано, наружу наблюдения, но человек, где наружу наблюдения, там и здесь человек, хоть один сторож. Тут запись идет, все. Но обязательно кто-то должен дежурить. Значит, следующая, неделя через две, я принесу ключи, как всегда, от калитка. Калитка запирается. Днем можно, но на ночь надо, чтобы был дежурный. Тоже надо подумать. Так, кто нас считает. Когда мы выходим, мы не успеваем даже включить, записываем, Златовуста. Ну, 10 секунд, она немного так. Там, покажи, что ты листаешь, будто бы я, успеваю, а он включишь, там еще секунды две, пока включится на самом деле. И у нас с обрывками. Поэтому люди просят, и никак нельзя отойти. Значит, 2 июня, кто может поехать? В субботу. 2 июня. 3-го там будет торжество. Батюшка всем рассылает, приглашает. Ну, на сегодняшний день по отношению потеряевки везде хорошая. Ну, ни одного нету плохого слова. Хотя и говорить-то там нечего. Но люди видят, что между собой живут, как дальше. У нас один человек был с конфликтами, как ему пришлось уехать. Не надо не называть, ничего понятно. То есть он решил, я никому не подчиняюсь, батюшка, все, и все это записано, это дело-то. А это разрушение полное. Не то, что я ни одного правила, пункта из 40 не нарушаю, все нарушаю. Восстановления никакого нет. А вокруг себя начинаю кого-то гуртовать. Никого не слушают, а вы дураки, слушаетесь там. Ну, все получилось по-другому. Вызвали, приехали, забрали, штраф наложили. Значит, такого-то числа ты должен явиться. Он явился. А дальше уже арест. И здесь он где побыл, и теперь этапируют. Этапируют, теперь до границы, и там передают, и минимум 5 лет сюда нос не сунешь. То есть он и власти не стал подчиняться, антихристов, вся власть, документы ИНН, это ужасно. А сейчас передали, что Дума провела закон, все документы на одном иномент будут у каждого. Я в этом никакой беды не вижу, никакой роли не играть. Там какие-то у нас, ну, разные там, карточки есть. Все сойдется, все резусы, группы, все будет, как в Германии. Пока ничего в этом нет. Такое, чтобы меня забыть Бога, отступить или как-то. панику не надо наводить из-за трех букв. Так, Виктор Андреевич, под просьбой, я в интернете сижу долго и все смотрю, рак последней, четвертой степени, вылечивать какими-то наводными средствами. Действительно ли это так? Что-то там едят такое прогорклое, и внутри косточек там какая-то, и урюк, или что-то такое есть. Надо узнать это. Так ли это или нет? Еще раз говорю, я не понимаю, не знаю. Но, говорят, у меня брат болел с четвертой степени, а потом рисунок какого-то, фрукта или еще что-то, или даже бывает где-то химическое. Не знаю. Вы специалисты, посмотрите, совершенно безнадежные по человеческим меркам. По-божьим, человек мог бы не родиться, он родился. Было первородство, потеряно. А кто не думал, вопреки всем законам, выпер, почему мамка научила обманывать. И это обманная ее, ситуация, вы знаете, про кого говорю, Исаак и Яков. И оно действует по сегодняшний день. А исавряни, это вот которые рядом, там, Ирак, Иран и прочее. Так что, не пренебрегайте тем благословением, которое Бог дает через врачей. А мне не помогло. Не знаю, мы, волей Божьей, я мог и не родиться, и весь сказ. Горшечник знает, как окрасить и как загорить горшок. Так. Вот теперь объявление. Сестры, подумайте, какое дать объявление в газете, не упоминая лагерь и в то же время сказать абсолютную правду. И кратко. Как именно? Вот я сказал, приглашаем, можно поселение указать, где могут отдохнуть, ну и дальше уже сказать, там не пил, чтобы не курил, и соответственно, заранее переговорить. Как? Не упоминая лагеря. Лагеря практически нету. Ну а все осталось-то так же. Так же отдыхают, так же работают, ходят в храм. Виктор Андреевич, сейчас, чтобы написать это, сейчас написать. Татьяна Кудинична, один вопрос. Без благословения моего ничего не готовить. Я вчера раз готовил себе кастрюлю, на неделю наверное хватит. А что тогда? Картошки натолкал, рожки такие крупные, ну и все. Вот. Никаких блинов, ничего без благословения, потому что у меня это пропадает. Я сижу, энергии-то никуда нет. Ну, два раза голубям слазил тут, мусор подобрал и все. У меня ничего не перегорает, и поэтому мне и есть не за чем. Маленько-то надо. Так, ну. По благословению. Я Татьяне Особенно Кудинична, говорю, не подходи к плитке, пока мне не позвонишь. Сказал да, уговорить не надо. Ну, все, ну все сделаешь, любит. Ну, чтобы это не во вред было нашей любви, я переживаю, когда что-то недоедено и пропадает. Это для меня боль. самое настоящее. А спонсора я не знаю, кто может переговорить, где поискать. Что нужно? Мука. В первую очередь, мука, там, сахар. на остальное, если только выйдут старые мои спонсоры, там, в небольшом количестве, все всегда выполняют, что я написал. 12 мешков, муки, готовое дело. Один раз было, написал, сахар в два мешка, нету. Приезжали, разгружают, разгружают, четыре фляги по 48 литров с медом под пломбами. А у нас нет сахара. Так это ошиблись. Нет, это для вас. Только пили, понять не могу. В этой организации мед не производят. И он какой-то грешишный, коричневый. Я там пчеловодом показал, говорит, а это с первого беру, там, жидкий. Четыре фляги, вы можете пить. Это Господь делает. Вот. О чем хотел сказать, чтобы вы подумали. Относительно врачей четырех родов. Это вообще интересно. Что польза есть от этого линия. Ты все знаешь, а ничего не сделают. Я могу просчитать в книжке. Вот и терапевты действительно слушают, смотрят. А сделать, а что она сделает одна? А хирург. Сказали, режет. Он все может, а ничего не знает, все там есть. А третий не знает, и не может. Это ясно делал. А психолог, что он знает, что в душе? Это душа. А патолога на том, он все знает, потому что он под микросом смотрит. И умеет, как сделать, но клиент поступает поздновато. Вот кто-то уже надумался на это. Он уже пережит и все. Ну, о последнем я скажу, Игорь Тихонович. Во-первых, всякие классификации, они весьма относительные, условные и несовершенные. Так и эта классификация также аналогично. Что касается своей специальности, я скажу, что да, пациенты поступают к нам и такие, и такие, и те, которые поступают своевременно, которые мы ставим в диагнозы, которые делают правильное лечение, и терапевты, кстати, и хирурги тоже, потому что терапевт, без терапевтов мы многое потеряли бы. Терапевты умеют тоже многое. А хирурги, хирурги далеко не все рукодельники, есть и умные хирурги, которые многое знают. Ну вот, я думаю, что психологи, психологи тоже умеют, ну, нужны. Потому что, как говорится, все специальности нужны. И специальности... Другое дело, что мы уже в медицине доспециализировались до того, что я звоню своему коллеге, который у нас работал много лет в лоротделении, то есть специалист по болезням уха, горло-носу, лор называется, от анарингологу. Я говорю, вот у меня есть такой случай, я не могу тут сориентироваться, у меня такая мысль, может ли такое быть? Он говорит, ты знаешь, я вот теперь уже по гортани, не смотрю уже 15 лет, я только носом занимаюсь, одним носом, представляете, он специалист по носу. Вот там все знает, в носу делает пластические операции, и все. То есть уже скоро будут специалисты по левой ноздри и по правой ноздри, как говорил Райкин. То есть, такой узкий специалист подобен флюсу. Флюс, знаете, что такое флюс? Флюс это со стороны, с одной стороны, когда вот нарывает, да, Игнатий? Мне добавить хотел, что нужно было выходить из положения, и сняли с кассы, тут как раз Ведемила Степанова была, батюшка никогда не участвует, не так снимает, чтобы купить хороший аппарат. Вот я не вижу здесь, у меня Виктора нету, Петеримова. Мама-то здесь? Особенно поблагодарю его. Вот он настолько быстро реагирует, он сразу же взялся. Вот такую технику взять, вы с ней запутаетесь. Он только сказал, я понял, и правда. Теперь нужно брать вот такое, такое, насколько, чего. Я прям сразу же, даже нисколько не думая, согласился. И поэтому собрали там 50 с чем-то было, да, и купили новый аппарат. А аппарат этот, который, вот ремонтировали, он батюшкин, новый он дал сюда, мы его заездили. Теперь этот купил, он сам и привез, мне и отдал. Я сразу же отправил его батюшке в расчете, вы там поучитесь, будете делать. А остатки денег сдал ей вчера. Так? Все. Как Бог все устроил, а ты даже, даже не придумаешь. Теперь надо отправить по Теряевку. Ну как это сделать? Вот я стоял на молитве, а мысль так. Господи, помоги. Ладно. Лес только положил, решил в комнату. И шагаю в двери, и в это время в дверь стучит человек. Я открываю, Алеша Устинов, как ты попал сюда? Начинает говорить, да Бог же тебя принес. Но если бы позже или раньше, а то именно только Аминь, шагнул, в этот двери стоит человек. Притом не один раз уже это было так. Ну, конечно, все отдал, отправил. Надо верить в это. Один из случаев был, Алтайская миссия поступает у нас, газета, или журнал ее назвать, местная метрополия. И там показано, ну, как студенты, эти семинаристы учатся, и один групп проповедь сказал, Четвергов Вадим. Мне понравилось. Ну, я решил подарок сделать. Ну, что у меня подарки? Новый Завет, тот трехтомник. Еще и книги, кажется, так солидно было. Что-то у нас тут получилось с братьями не так. Они, брат, до этого время служба, да не подойдешь, тогда я одеваюсь сам. А, ладно, давай тогда. Я не хочу называть просто. Вот. Ему отдали. И он в городе встретился, поблагодарил. Проходит год, два, три, четыре, пять. Нигде слуха о нем нет. Господи. А где же это Вадим? Так у него все хорошо было. Звонок. Кто? Вадим. Я говорю, а почему ты позвонил? Это он где-то в Заринске или где-то там, в Рубцовке? Не знаю. Говорит, прям внезапно позвонить так, говорит, захотелось что-то. Звонил, узнаю, ну, все благополучно, благодарит и прочее. Вот это мгновенная реакция, или как, не знаю даже, ответ от Бога. А то, что тогда тебе ни врагов, никого не надо. А их и нету никого. Со мной Господь. Вот надо приучить детей к этому, к молитве. Если даже отнимут, снимут с этим вот, маленьким, и с ним ничего там не сделают. Он будет молиться. Он будет залазить на дерево, но не даст им. Он смелый, сильный. Он будет везде молиться, ложить. Все будут забрасывать там подушками, он будет молиться. Вложите это в дети, чтобы они, что-то неладно, Алектина знает, какая-то горбатенькая то у вас была. И сын у них какой-то такой же, у баптиста-то. Побегает, забежит и говорит, мам, давай помолимся. Синее небо меня так манит, зная, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет, в небе не будет мести, угроз. Помолились. Оба умерли. Вот через нее я узнал. То есть Бог знает, что одному ему не выжить. И в Библии написано так, говорит, из всего царского дома только один мальчик был угоден, и Бог взял его, он умер. А люди рассуждали, конечно, ой, жизни у него нет. Мальчик понес отцу в лесу, в лесорубу. Молния своркнула, ударила, и даже на кладбище не стали хоронить. Такой неугодный Богу. И буря-то была небольшая-то. Но вот люди проходят, там травинку сорвали, кору рядом, исцеляются, и все поняли. А теперь Артемий Веркольский. Сразу канонизировали. Хотя Писание, 1 Коринф. 4-5 говорит, не судите никак, ни то не надо, ни это, а просто воздать Богу хвалу. Богу слава. Аллилуйя. 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 Еще кого есть слово, да, брат? Ну, вот Настя просила, мы не договорили, поговорить о судьбе детей. То есть, вообразите, что день-два Насте нет. Андрей Веры тоже, что он бросит пить, маленькая Вера. Приходит комиссия, 2-3 проверки, детей забирают. Это все реально. Потом, 100%. Заберут, и они будут жить в интернете. 4 души. Что там дальше с ними будет? Развратятся, веру потеряют. Сергей, пожалуйста, скажу. Молиться надо, чтобы укрепил Господь детей. Нам ничего нельзя сделать. Это сделают они в один день, и раз в год только будут давать свиданку. Ему не вылезти из этого. Нет, у меня даже полпроцента нет. Потому что много, много уже было говорено. Когда жил он со мной, там, у него ничего этого не было. Не радуешься, какой он мастер во всяком деле. Вот, значит, Лена спрашивает, может кто-то хочет взять детей себе, но нужно в согласии отца. Политыкина говорит сейчас. Может кто-то хочет... Что? Это не вещи взять нельзя. Юридически. Юридически их нельзя. А для этого надо отца лишить, прав. Не обязательно решить, он может дать согласие. Отец может дать согласие. Он останется отцом. А для этого не будет рассматривать, способен ли ты взять ребенка. Это не так просто. Это можно сделать. по меркам государства должен иметь некоторую зарплату, некоторое жилье по батарею. Игоря нет. Это был бы лучший вариант. На самом деле. Да. Теперь вот Настя просила с Андреем обсудить этот вопрос, судьбу детей. Согласен ли он, чтобы его дети оставались членами нашей общины? Первый вопрос. Не будет ли он пиши, пиши, пиши. Будет ли он этому препятствовать после смерти жены? И чтобы это сказал, подписал бумагу, больше никак. Он, конечно, сказал, пусть премьер будет, это значит потерять. Он приводит, главное, чужие мужики, пьяные, девчонки такие, видные. Ну, что тут доказывается-то? Даже говорить страшно. Еще у Насти был ряд вопросов чисто юридических к брату Севастьяну. Попросим брата Севастьяна, чтобы как можно быстрее эти вопросы разрешить. То, что можно в качестве там вот этого пожелания Настиного перед своим мужем и другие, чтобы нотариально можно было заверить это как-то, ну, мы уже говорили по этим вопросам, чтобы не тянуть с этим. Найти этого человека, заплатить ему, что нужно, этому нотариусу. Отдай ему эти бумажки всех, которые писала. Ну, ты ответь будешь или не будешь? Напиши, напиши ответ. Ты туда, а дети здесь, здесь. То есть, ты не против. Спроси, не против он, чтобы вы здесь сюда ходили? Напиши ему, пусть он напишет. Чтобы среди лета не трогали. Согласен. До второго августа минимум. Игнатий Тихонович, я объясню ситуацию. По поводу лета. Настя говорила, Иван заканчивает девятый класс. Ему поступать, он пробудет лето, и что? Пускай, парень не говорили. У ИНАФ и учеба тоже, она в июне не заканчивается. Только двое. Андрей, если на работе, а кто будет дома? Не знаю дома. Огород их кормит, скотина, и это нереально. обдумайте сами, я не знаю. Ну, вот это Настяны слова. Это Настяны слова. Я хотел один раз поехать, он сказал, не хочу. Не могут в лагерь ехать в этом году. Он не захотел, чтобы я к нему домой приехал. Может быть, по одному. Не понимает, в лагерь и все. По одному, может быть, только, потому что кто-то тут же не Настя сказала уже, что не могут они поехать. Надя Дедович, ебаска. Они все засохли, пусть не все пропадет. Я согласен. Они будем труды восстанавливать. Я выразил согласие, остальное... Хорошо, они решат, я запишу. Значит, что бесплатно, я снова возьму детей. Седьмой год, кажется, так? Восьмой. Восьмой год, ну. Они ни копейки никогда не платили. Да и с кого брать-то? Им хорошо было там. Дети-то живые, спросите, как им там было. Да мы это знаем как-то. С 10 июня, в лагерь, до 2 августа. У тебя есть какие-то предложения, братья? Я одна с вами с вами. Пять человек, по-любнице мне. Надо, чтобы кто-то из наших ездил туда к ним. Все-таки дети одни будут, считай, вот целый день. И как-то надо, или по очереди, или как-то проведывать их. Близнец, светлый, наедして, да. То есть, смотрите, если заберешь детей в лагерь, то там огород, коза, все хозяйство не оставишь. И такая ситуация непонятная. Как случится, так и случится. Ваня хочет сказать. Насчет животных. Мама хотела всех животных раздать. Она еще человеку может отдать. Ваня, встань, когда разговариваешь, всегда вставай и говори. Она хочет, мама хочет всех наших животных раздать. Потому что, если Иван поступит и уедет, он главный ухаживатель, только он может доить козу, и так далее. Если он уедет учиться на ветеринара в Павловск, там будет житель. Еще нужно продумать, чтобы вот как-то поискать в Павловске просто частный дом верующих человеку, чтобы не в общежитии он жил. Да. Я не нашел верного, хотела. Ну вот надо будет еще раз к ней обратиться, если у нее есть там связи, с кем-то она может говорить об этом. Может быть, комнату даже выкатаются, символическую цену, чтобы он жил там. Мы говорили уже. У него способности к этому, что он выучил. У него он прирожденный ветеринар. А в Барнауле нету, что ли? Тут и тут тоже. У меня такое предложение. Если вопрос стоит об огороде, об этой всей овощатой, я думаю, лагерные обеспечат овощатами детей на зиму. И они будут тогда под присмотром там в лагере. Игнать Тихонович, вы слышите меня? Я слышу, надо, чтобы кто-то не я решал. Они помощники в огороде, вы сами заработаете себе на эти картошки и морковки. Да, сами поливаете там. Они хорошо помогают в огороде ребятишки. Если дело только в огородах, животных раздают. Все, а что, дом им старо жить там все лето? Фрости с Нестором. Правильно, в общем-то, логично, правильно. С Еленой, Барабаш, и с Еленой, которые молодые, там у Стинова, и тогда пусть возьмут это под себя, под опеку. Какая земля, где спахать, где посадить, чтобы семена были уже сегодня. и все сделать. А от лагеря нельзя? А кого сделать? У нас лагеря дошло дошло дошло. Ну, не знаю, пожалуйста. Ну, две, три грядки дополнительные. Это будет достаточно лагерных грядок. Ну, надо ходить поливать, чтобы было. Володя там на это дело взялся. Ну, это и делается. И ребятишки помогают. Нестор, что-то ходит и поливает. Вот они там будут одновременно работать на себя и вместе с вами под подрядом. Это как бы и волки сытые, и овцы целые. Это надо делать на этой неделе уже все. Это волки. И чтобы вот это, вот смотрите, чтобы не допустить такой ситуации, чтобы до отъезда детей из этого дома их забрали. То есть детей нужно либо забрать до... Как бы госмерти. Да. Вот. Чтобы вот эта ситуация, чтобы государство детей забрало... Севастяна, звоните. Не допустить. Севастяна, вот он здесь. Он говорит, что это может быть реально. Это угроза детям. Если никто их не выбирает, они сами не приедут. Должен быть сигнал. 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 Сигнал из школы может быть. Сигнал может быть из школы. Сигнал это у нас, добродетели, это что-то... Ну, не нужно думать, что этого сигнала не будет и все так обойдется. Нужно предвидеть худшее и быть готовым к этому. Там все знают. Реально. Настя умирает, Андрей пьет, дети в интернате. И как мы будем перед Господом в этой ситуации выглядеть? Ну, он кинется еще сразу наручники, и его дома не будет. С ними много не будешь говорить. Как Галкин Владислав-то? Мигом? Как будто никогда его не было. Он пьяный придет, его могут посадить. Да. Да, да. Все, дети сироты, считай. Да. Вот. И дубунов их. Подобедунов сказал, что они хотят двоих. Хорошие. Так, а двои-двое и остаются. Ну, они уже совершеннолетние. Это, видит Павлов, в колледже учится у... Они совершеннолетние. Через год только будет совершеннолетние. Ну, а как двои-то остаются, Надя? Есть 17. Учиться, им надо тоже финансово учиться. Комнатку тут, ты сейчас говоришь. Нет, они говорят, Игорь может взять две. Двоих детей. Я про это. Я говорю, вот их двоих и остаются, что у которых. Игорь заберет. Что? Иван, если там будет пока. Енечка. Юстиция заберет их. Какая разница? Я ничего. Не совершеннолетние. Только через вас. Все разговоры идут, как будто Андрея уже нет. Вот как. Это действительно так и надо. А он есть в вас. Он и коровы, и все сделает один. Он мастер большой. Ну, змея задушил. Настя ролик смотрела. Наказ детям. Детям, Настя, наказ. Дети, отца не бросайте. Я его люблю. Не ему наказ, чтобы он их не бросил, а детям. Дети, докормите его, допоите. Надя, пиши ему. Ему надо, чтобы он посмотрел ролик. Она там это маячила тоже. Она ему раз в пять, наверное, говорила. Не пей, не пей, не пей. Она верила. В больницу я к ней ходил. Говорит, Андрей, бросил пить. Такая глаза счастливая. То есть она думала, что из-за болезни он бросит. Да она и умрет. Я мало верю, что он бросит. Может, скорее всего, это повод будет залить это все. Это горе-то. Понимаете? И в этом пьяном угаре все. Его садят в тюрьму, дети в интернате. Он еще богатной, сильный. Напиши, Андрей, он еще сильный, он пусть кормит детей. Мы сейчас рассуждаем, мы забираем детей. Он сидит и молчит. Это что такое? Это нормально? Он глухонемой. Ну и что, что он глухонемой? Ему Ваня переводит. Глухонемой отец встанет и скажет, Вы что здесь разводите, моих детей разбираете? Какая ювенальная юстиция? Я их буду кормить. Я буду им оплачивать обучения. А он не слышит. А он сидит, молчит. Отец, отца может не быть. Его уже нету несколько лет в жизни детей. Не за глаза это, Андрей, говорю тебе. Переводит Ваня. Ваня, переводи. Переводи, чтобы не было сплетней. Как я сказала, он, переводи дословно. Он сейчас в силе. Он сильный мужчина. Он должен вас воспитать. Мать его, Ирина Васильевна, когда умерла? Сколько лет назад? Года три назад. Отец год назад. Отчим год. Вчера, полкод. Мы сейчас ищем, кто будет брать детей. Он сильный мужчина. Он может работать. Прекрати пить. У тебя дети живые, жена умирает. Не они тебя должны сейчас докаживать, а ты сейчас их поднять. Поднять, чтобы он мог выучиться и зарабатывать себе на кусок хлеба. Что, 13 лет? Нет, я говорю, ты спел. Сколько? Я сейчас тетю Гарю переводил. Сколько лет прошло, как мать умерла? Три года. Года три-четыре назад умерла мама Ира. А отец год назад, ну отчиму. Четыре-четыре, пять лет. Мне тогда вот-вот двенадцать давно было исполниться через пару дней. А кто это говорит, что три года? Может, четыре. У меня мама такая сколько лет назад? Около четырех-пяти лет назад. Мне тогда почти двенадцать исполнилось. Она тогда звонила мне лично, я знаю ее лично. Она говорила, почему вы никаких мер не принимаете? Он все... Абсолютная безответственность. Нет ответственности за деньги. Он не понимает, что ли? Он все понимает. Почему так удобно, и тетя? Пошел, вы переверите. Ваня перевел, что я сказала? Он должен вас поднять. Он, не тетя Таня, не тетя Валя. Ответ-то пусть он тоже даст. Пусть он, что он, я и говорю, он сидит и молчит. В этот момент живой отец. Он что, болит? Руки, ноги есть раз, золотые руки. Вы говорили нам, золотые руки. Какой ангресс орудил на источнике Николая Чудотворца. В газете печатали. Где твои руки, Андрюша? Возьми их, пожалуйста. И работай, работай, чтобы пот с лица тек. И дети были обеспечены всем. Они с миру по нитке собирают. На еду, на куртки, на сапоги. Позор тебе. Ну все, все. Сейчас говорить надо не о том, что работа. Это ничего не будет. Чтобы он не препятствовал, когда помогает. Сейчас об этом так и говорю. Вы берете, доходите, а ничего не может. Это все ветер. Сам не стеркнул. Дохновиться надо делать. Больше 10 лет с имущей. Он вдохновится твоими речами на 5 минут. Не слышит. А потом... Надо, чтобы не был. Надо, чтобы не работал. Он не будет. Так и жить. Не запрети другим. Что это он запретит-то другим? Ему никто не будет давать. Нет. Если будут деньги, я буду давать на учение. Вот тут, Галь, с Андреем уже говорили 10 лет на эту тему. Надо, чтобы дети понимали. Чтобы провести проверку, как мы с Родопротнеднадзором. Приедут их забирать. Род на замок и вон в джунгли куда-нибудь влез. Не даваться. В холодильник надо запомнить. Место, слышишь, не даваться. Адрес мой знаешь? Какой мой адрес? Ну, балбец. Учили, учили. Северо-запад 21. Ну, доведет язык такие. Вот я, Сережа, трассирующий. Варнавалтайская, 21-355. Ноги в руки и бежишь ко мне. Понял? Ты запомнишь. Прям пиши сейчас. Телефон у тебя мой есть. Все, отец будет пить, знаешь, я тебя приму. Теперь большие расходы на похороны. Пусть она даст завещание или как? Потеряй их. В сотни раз дешевле. И там можно посещать могилы и все. Ваня, Ваня, слово. Тихо. Насчет завещания мама тоже сказала, что не надо вот этих всех пышных похорон, не надо большого вот этого торжества. Просто она хотела, чтобы ее тихо, спокойно похоронили на штабке у нас. На штабском клавище. Самая тихая, но какие деньги платить придется здесь? Так обезти ее, что бесплатно, что ли? Нет, мама, у нас есть родственница, дальняя, но родственница у нас в поселке живет. Мама пора, чтобы она все организовала. Телефон ее надо, чтобы нам с ней контакты иметь. У вас есть ее телефон? Нет, 350 миллиметров. У мамы сегодня не узнает. Я сейчас его дешевле не скину. Особо закруглят. Она, понимаете, она просит на штабке, чтобы дети могли посещать. Я слышала это. Похороните меня на штабке, чтобы дети могли ко мне приходить. В Потеряевку они часто не приедут. Так и здесь пусть приедешь. Сейчас дорога есть, приедет. Что, родина Настя не приедет, что ли? Они не будут, они ходить. Ну, сходят, родина, главное. Это уже на их совесть. Проси, Андрей, ты понимаешь, что детей государство может у него забрать? Лишись отца. Да, изъятие только если дети в опасности. Во всех остальных вещах он не понимает. Никто не забирает. Володя звонил, придите. Надя, смотрите. Он не понимает, о чем он был разговор. Что он сказал? Понимает, что могут забрать детей? А что он говорит, не понимает? Не заберут, говорит? Андрей сказал, не заберут. Он не понимает. Андрей не верит, что ювенальная юстиция может забрать детей. Он не верит просто. Настя Морос много раз говорила. Он не считает. Хорошо. Ивань, а были ситуации опасные для вашей жизни? Не были. Если ситуации опасных для жизни нет, то они не заберут. Что ты имеешь в виду? Вот Игнатихович говорит, приходят пьяные, глухонемые мужики. Это ситуация не опасная для жизни. Настя рассказывала, что когда с ножом на нее бросались. Вот, это не опасно. А ты говоришь, что он уже был очень видел. Это было очень давно, но это было. Это может повториться. Более он нас-то не трогал никогда. А кто с ножом кидался? Былся бутыльник. Это было очень давно. Папа на маму был очень сильным эффектом. Нет, нет. Не папа, не папа. Папа заступился. Папа наоборот заступился и выгнал этого мужика, который пьяный пришел. Еще одна ситуация. Буквально прошлым летом. Настя приходит, двери открыты. Дети спали ночью с дверями открытыми. Почему? Да потому что ждали, когда папа придет. Что боялись, они не услышат, когда спят, не пустят его. А он и не пришел. И дети всю ночь были с открытыми дверями. Вон там вы знаете, где они живут, около леса. Орать будешь, тебя никто не услышит. Не опасная ситуация для жизни детей? Во Франции 2,5 миллиона уже отняли детей. Да там действует закон, а у нас нет. У нас лучше ничего не решим. Лучше перебдеть здесь, чем не допустить. Лучше не допустить этой ситуации. А ситуация, что если он будет трезвый, никто не заберет. Без его согласия мы ничего не сделаем. Брат, сделай резюме, и мы закончим. Брату Севастяну слово. Пусть он-то нам скажет, что такое. Ну давайте я сейчас как раз скажу, а потом уже вопрос ему можно будет слово и дать. Так легко не заберет. Главный момент то, что Андрей отец этих детей. Без его согласия никто, ну то есть скажем так, мы ничего не сделаем. Без его согласия мы ничего не сделаем. Без его согласия. Пусть и час дает согласие. Согласие это опять же какое согласие и на что. Нужно на каждое конкретное действие его согласие. Он говорит, что готов бороться за детей. На установление опеки нужно будет согласие. Как он будет бороться, чтобы не пить? Ну давайте я сейчас это... Так, слушай пока. ...доскажу. Куда-то забирать, либо перевозить. Тоже нужно его согласие. Да, Настя сейчас переживает один момент. Это непосредственно действие, которое нужно будет летом выполнять. Вот Ивану нужно поступать, нужно ездить в больницы. Да, любые медицинские манипуляции с ребенком, с несовершеннолетним, нужно согласие законного представителя, то есть родителя. Либо присутствие там, либо подача заявлений. Это надо либо тогда организовывать, чтобы Андрей ездил, либо его брать за руку и двоих везти. Анаториально? Доверенность нельзя выдать на выполнение полномочий родителя. Это непредусмотрено. Родители должны действовать сами. И передоверить свои полномочия родительские они не могут. Такого нет. Ну как, если больные... Даже бабушка, по телевизору была бабушка родная, там что-то это ей отказали. В садиках, а брать или там что-то такое с медициной связано. Вот такие законы у нас. Вот если больные родители... Вот именно... Даже зуб нельзя залечить без родителей. Нельзя, с ребенком надо. А из-за его инвалидности могут... Не из-за пьянства лишить его... Нет. Нет, не на рабочую. У него рабочая группа. Он меняемый, понимаешь? Он меняемый, да? Инвалидность. У него всего лишь третья группа. Рабочая группа. Рабочая, да. Он очень отполнял. Лошади сверху. То есть для лишения родительских прав, но у нас это не очень часто применяется и нужно веские, да, очень сильные веские основания. Да, но при, в то же время, при наличии его согласия, возможно установление, например, кому-то предоставление полномочий определенных. Это не значит, что забрать у него детей. Например, скажем так, финансовые вопросы где-то, чтобы контролировать. Так это возможно. Установление над старшими детьми попечительства, над младшими опеки. При живом отце может быть? При живом отце. Только опекун может быть? Ну, вопрос именно... Нет, но здесь вопрос такой. Я доверяю финансовые вопросы. Нет, нет, не финансовые вопросы. Это установление опеки или попечительства. Это не означает, что у него там забрать детей или еще что-то. Да. Опека предполагает, что забирают. Дети его, но он дает согласие их опекать. Не препятствует. Тогда их. Это материально заверенится. Ну, это надо согласие и в органах опеки и попечительства. Тут у Андрея выбор. Если он пьет, детей забирает государство и их кормит. Вот. Если он пьет, второй вариант. Детей забираем мы, и мы их кормим. Ну, додохаживаем. И третий вариант. Он не пьет и их кормит. Ну, и мы, естественно, тоже помогаем как член общины. Это самый оптимальный, лучший вариант. Они к нам ходят, ездят в лагерь. Вот. Но нужно предвидеть, что он пьет, жена умирает, он нам обрубает все. Дети мои, я вам их не дам. Да они взрослые. Они взрослые сами решат, но они дети еще, понимаете. И мать наказала отца не бросать. Они будут там жить, там будет опасно. Если такая ситуация, то государство вмешивается. Понимаете? Нам нужно государство, просто церковь отделена от государства. Нам не нужно допустить детей, чтобы государство их воспитывало в разврате. И Андрей должен это понимать. Вариант такой, что если он запьется и умрет, тогда как? Прежде всего будут, если такая ситуация возникнет, вдруг решать их, забрать. Будут предлагать, прежде всего, искать родственников. Так как нет ни одной бабушки. Есть у Насти родственники в Казахстане, это иностранные жители. То есть тоже это не вариант. А там некому взять. Там некому. Там некому обстать сестра есть. И только Андреева сестра. Сестра сродная. Сестре они не нужны. Настя сказала, даже не заикайтесь про нее, про эту сестру. У нее даже своих детей нет. Она в этом не нуждается. Она личную жизнь устраивает. Там совсем. Настя сказала, это вообще не вариант. А там, за границей, там свои четыре племянника у брата, с которыми некому быть. Она даже беспокоится о своем племяннике, которому она хочет отдать свою долю, участие в квартире. В родительской. В родительской квартире. Чтобы у него что-то было. Какое-то жилье. Там пять племянников без родителей. Один от старшего брата, который в бегах. А четверо от второго брата, который работает. Ашнаха, наркоманка умерла от инсульта. Значит, не нужно допустить ситуации, когда Насти нету, и отец пьет, и дети там. Вот этой ситуации допустить никак нельзя. Все в пьянку упирается. Не будет пить, никто не заберет у него. Будет пить, не пить и работать. А вера, что он бросит пить, ну, нет. Поэтому надо детей забирать. И пока Настя живая, пусть она, как бы, я не знаю, или как это, я не знаю. Она делает так, просто такой пьет, а дети пришли, ну, дебунула-то. Дети отдыхают, пришли здесь в гости, чтобы никаких оформлений и документов. Так-то можно, я могу. Простую писать форму, я отпустил своих детей пожить на выходные, на каникулы. Папа, если ты пьешь, я поехал в гости тогда, понял, все, и буду гостить, пока пить не бросишь. Вот этот вариант, подходяй, более все, подходяй. Есть еще, Настя, еще одно переживание. Когда она умирает, детям оформляется пенсия. Да, да, да. По случаю потери кормильца. Детям? Да. На каждого ребенка. А получать кто будет? Андрей. На каждого ребенка отдельно? Да. Да. На всех четырех. Но оформляется, она выплачивается-то детям. На детей, но выплачивается законному представителю. Отцу, который не лишился. А вот это было, потому что отца нет, это надо проработать вариант. Нет, но одно дело, когда отца нет, это... Оформлять должен только Андрей. Никто, мы не сможем это оформлять. У Андрея оформляют, и на него будут приходить деньги. Только препятствовать. Она и хотела, чтобы вы с батюшкой с ним поговорили, что эти деньги он будет отдавать Ивану. Он может ее не отдавать. Вот, чтобы у них были деньги на еду, на проезд. Да, абсолютно. Больше 10 лет здесь места. У Андрея прекрасно есть повод не работать и пить за счет вот этих вот денег. где детей. Прекрасный повод есть. 9 тысяч на человека было, по крайней мере. Сколько? 9 тысяч на каждого ребенка. 9 тысяч, 36 тысяч в месяц, чтобы прекрасно. Он их пропьет, и дети будут побираться, проходить, что ли. Вот она и говорит, чтобы как-то не на него, а на детей перечисляли. А как? А как? Никак. 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 Я говорю то, что у нас. Она бы не знает. Опять же, этот вариант, либо установление опеки. Установление опеки при живом ОЦЕ делается? Возможно. 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 Всего согласия. Всего согласия. Всего согласия. Ты согласен же детей своих под опеку отдать? Ничего нету. Он говорит, сам буду заниматься. Это надо объяснить. Не так. Он сейчас вопрос задает. Он не поймет. Не поймет. Он сейчас переведет. Он не хватит. В штыки воспринимается. Я не знаю, какое описание. Я не знаю. Посмотрим. Я не знаю. Посмотрим. На что посмотрим? Ну, чтобы передать детей кому-то из общины под опеку. Он подумает. Он подумает. Так. Давайте мы ждем заканчика, потому что уже воду в ступе начинаем толочь. Некогда думать. Думать некогда. Некогда думать. Думать некогда. Пусть он что-то не делает, это сразу его поймать. Мы сейчас ничего не решим без его согласия. Он сказал, что нужно подумать. Все. Больше ничего. Он вам более перспективно, он вам ничего не скажет. А пусть сегодня и говорит. И все это написано. Сейчас все сделает. У времени совсем нет. Вот сейчас надо. Вот час надо. Ну, давайте пишите, прямо управляйте, пусть он расписывается. Это не на листочке делается. Севастьян юридически говорит, надо брать его, ввести в какие органы опеки или куда и оформлять. Вы видите так? Не просто сейчас он на нашей бумаге распишется. Это не документ будет. Значит, брату Севастьянову просим, получаем. Он встанет нам, скажет хоть слово, Андрей. Ну, давайте, вы спросим его. Он пишет же. Он может перевести Ваня. Ваня переведет. Пусть он говорит, да Ваня переводит. Надя, пусть он напишет нам хоть что-то в ответ на все, что... Ваня, ты перевести сможешь что-то делать? Нет. Он не понимает сути. Он ничего не понимает. Он ничего не понимает. Мне кажется, Ваня переведет. Ты отдашь ему? Чтобы не сюда, а вот ему. Нет, не теперь. А вот им. О, как это будет, как бы, силой. Сейчас, вот последний. Он напишет сейчас? Сейчас он напишет. Ничего не дает. Ничего не даст. Ответ на... Дома, где-нибудь поехать, там, что-то даже... Отдавай. Что он сказал? Он говорит, буду отдавать деньги. Он сам будет получать и отдавать, если буду что-то платить. Мы посоветуем, ничего не будем. Саленточек, какого этого? Все. Нет, надо на карточку посадить. Все, заканчиваем. Еще будет у нас, значит, трапеза, то есть на пение занятия. Ангел, вопи, ярче, благодатно, и чистая, Дева, радуйся, и пакереков, радуйся, Твой Сын, воскресе, среди Девина, крова, и медвы, и возникновые люди, веселитесь. Светися, светися, в Новый Иерусалиме, слава Бога Господня, На Тебе, Россия, репуй ныне, веселись, и сегодня, Ты же чистая красавица, Богородица, А восстание Рождества Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втани, останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаятся в небрежении своем, проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой доставит нас не признавать никаких иных богов, попия Алва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Игнатик, помогите. Милосердный Создатель, мы предстали перед Твоим величием, только Ты знаешь будущее человека до его рождения. И еще мы рассуждали все устроить по воле Твоей. И помоги Андрею, Господи, вырвайся из этой пропасти, куда столкнул его сатана. И Анастасию, Господи, дай силу все перенести и предстать перед Тобой спасенный. Если угодно, соверши чудо, дал его исцеление. Посети болящего Сергея парализованного, Игоря, Татьяну, болеющих этим же заболеванием. И нас помилуй, милости Твоей ради. Господи, прими нашу молитву и воздяни рук, как жертву вечерней, благоуханье, приятной перед престолом благодати Твоей, Владыка. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Научи нас. Говори, Владыка, слушай ты, да слышит раб Твой. Аминь. По славу Божьей. Я еще благодарю всех за молитву и не за того. И попрошу, чтобы молились, чтобы не доформить. На славу Божьей. Помогите, пожалуйста. Все лишнее со столов убирайте. Да. Ну, поможете.